Как жители Новосибирска оценивают такой вид общественного транспорта, как метрополитен? Что, на их взгляд, в первую очередь нужно развивать в нашей подземке? Возможно, точка зрения пассажиров метро окажется значимой для власти города, и какие-то задачи, касающиеся решения проблем метрополитена, станут первостепенными. Наша съемочная группа изучила мнение горожан. Что из этого вышло? Смотрите далее. Не секрет, что метро у новосибирцев самый популярный вид общественного транспорта. В эту пользу говорят даже аналитические исследования экспертов. Не так давно Межрегиональный фонд «Сибирская политика» изучил мнение жителей нашего города по поводу общественного транспорта. Из 1080 опрошенных человек на вопрос, какой общественный транспорт вас устраивает больше всего, 58% назвали метро. Опрос нашей съемочной группы подтверждает, что метро популярно у новосибирцев наряду с троллейбусами и автобусами, но комфортнее всего пассажиры чувствуют себя в подземке. Вы общественным транспортом пользуетесь? Какие преимущества? Преимущественно метро. В основном я пользуюсь линейками метро. Метро в основном? В основном метро. Метро, маршрутки, автобусы. Метро, автобусы. Двумя видами метро. Да, конечно, я патриот метро, честно скажу. Я такой вот фанатик метро. Более того, новосибирцы не скрывали полную удовлетворенность этим видам общественного транспорта. Нравится вам все в нашем метро? В принципе, нормально. Ну, нравится мне очень хорошо, уютно, тепло. Нравится то, что оно есть у нас в Новосибирске. Метро нормально. Ходит регулярно, в отличие от автобусов. Все устраивает. Все классно. Самое лучшее метро в мире. Скажем, вот я приехал вот сюда на машине, допустим, по работе, да, мне проще ее оставить и доехать 2-3 станции на метро. Мне нравится, что очень быстро без пробок, но когда в час пик, очень много народу. Ну, нравится, что более-менее свободно по сравнению с Петербургом и Москвой. В принципе, все нормально. Поезда бегают хорошо. Только народ медленно в него входит. Я все время ругаюсь, думаю, вас бы, товарищи, в Москву. Что касается стоимости проезда в метро, то горожане в большинстве своем считают цену приемлемой. Даже несмотря на небольшое повышение. С 8 декабря поездка в новосибирском метро будет стоить 25 рублей вместо 22. Цены на проезд справедливые? Я думаю, что да. Я еще пока работающая, поэтому меня все устраивает. Я думаю, в принципе, да, там 20 с небольшим рублей. Даже там 25, мне кажется, нормально. Ну, больше 30 уже, мне кажется, будет несправедливо. Нормально вроде бы, но по кошельку особо не бьет. В целом ничего. В сравнении с другими городами намного дешевле. Это очень приятно. Сейчас в Питер поедем. Там в три раза дороже, чем у нас. Что касается дальнейшего развития метро в нашем городе, то новосибирцы однозначно выступают за строительство новых станций. Многим хорошо знакомы перспективные планы развития новосибирского метрополитена. Как ближайшие, так и далекие. Насколько мне известно, есть проект развития Держинской ветки дальше, то есть на Гусинобродское шоссе. И, насколько мне известно, должны были развиваться станции в сторону площади Труда. То есть площадь Станиславского, площадь Труда и площадь Сибирьков-Гвардейцев. Вообще в планах развития метрополитена еще было в Советском Союзе на 80-е какие-то годы, что у нас должно было быть до 50 станций метро. Я помню, что первоначально, когда рисовали линии метрополитена, там все эти были проложены. Их бы хотелось видеть, все эти планы реализованными. Если до реализации ближайших планов ждать не так уж долго, то до далеких перспектив еще надо дожить. Мы спросили у пользователей подземки, какой станции им не хватает в первую очередь. На левом берегу станции в принципе не хватает. Потому что от Маркса, соответственно, только до Маркса доезжаешь, и дальше все очень далеко. В сторону Затулинки. Это прям большая беда на самом деле, потому что, ну вот, именно Кировский район, именно вот та часть Затулинка, в частности, я просто много лет жила на Затулинке. Там очень плохо с транспортом, очень плохо с транспортными развязками. И мне кажется, вот именно туда надо развиваться. Да, конечно, на той стороне, до Станиславского живого массива. Тут даже без дураков. Площадь Калинина, там все нормально. С тем, что на площади Калинина все нормально, согласны далеко не все. Желающих продлить Ленинскую линию метро не только в левобережной части города, оказалось тоже немало. Ну, наверное, продолжение красной ветки в сторону Зальцовского. Потому что, как бы, город вообще не закончился, а станции закончились. Хотелось бы, на шестом микрорайоне туда, чтобы было. Потому что у меня там и дочка, и внуки живут. Наше метро должно прирастать в сторону родников Снегирей. Ой, все хотят ту станцию, где живешь. Многие горожане по-прежнему горят идеей провести метро в Советский район. Такая возможность у города, конечно, есть, но в очень далекой перспективе. Было бы хорошо, если бы в сторону Академгородка. На Первомайку у меня там дети живут. Хотелось бы ближе к Бердску, туда, к Абгесу станцию. Также хотелось бы станцию на пятый микрорайон. На пединститут обещали. Когда сделают? На НГПУ. Да, НГПУ. Нам так тяжело оттуда ездить на учебу, на этом автобусе. Целый час. Действительно, кому и куда необходимо добираться, тот туда и рад продлить ветку метро или протянуть новую. Но сейчас все заняты строительством новой станции «Спортивная», которая должна появиться аккурат к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Какой станции не хватает? Станция спортивная. Нужна? Конечно. Почему? Ну, потому что, если будет там ледовый дворец, ну он как бы будет, да, я думаю, то нужна станция метро, чтобы приезжали болельщики на игры своей любимой команды «Сибирь». Как мы видим, горожане довольны своим метрополитеном. А споры о том, где в первую очередь необходимо построить новые станции, не прекратятся до тех пор, пока транспортная инфраструктура в городе будет развита настолько, чтобы жители и гости Новосибирска третьего по численности населения города в России чувствовали себя комфортно.